В сезон летних отпусков врачи настоятельно рекомендуют туристам собрать аптечку. Во-первых, это поможет вам справиться с недомоганиями и травмами, не прибегая к помощи специалиста. Во-вторых, это может сэкономить вам время и деньги, особенно если вы находитесь вдали от медицинских учреждений. Первый шаг – собрать лекарства, необходимые для лечения ваших хронических заболеваний. Также возьмите с собой обезболивающие жаропонижающие средства от диареи и аллергии. Не забудьте о предметах для оказания первой помощи, таких как бинты, антисептики и пластыри. Эти предметы помогут оказать вам или вашим близким первую помощь при порезах, ушибах и вывихах. Также положите в аптечку солнцезащитный крем, средства от укусов насекомых и антибактериальный гель для рук. В первую очередь, так как у нас летнее время, летний период, нужно позаботиться о коже и защите от солнца. То есть это SPF крема, это могут быть спреи любые с максимальной SPF защитой, также это молочко после загара. Можно с собой брать, не дай бог, чтобы не было солнечных ожогов, бипантен, пантенол для обработки кожи. Конечно же, не только в аптечке должно быть что-то, но и на голове. Поэтому берегите в первую очередь голову, чтобы не было солнечных ударов. Но в случае солнечных ударов это с собой жаропонужающие препараты, парацетамол, ибипрофен, дурафен, парацетамол. Также, так как люди едут в какие-то отдаленные от России места, должны быть противоаллергические препараты, это супрастин, лортадин. Конечно, должна учитываться индивидуальная непереносимость человека. Поэтому перед тем, как с собой что-то набирать в аптечку, нужно понимать, на что у вас есть аллергия, какие непереносимости каких препаратов есть. Если это дети, то лучше ознакомиться сначала с аннотацией, инструкцией, с какого возраста можно такой или иной препарат. Подбирая лекарства и медицинские средства, следует обратить внимание не только на их разнообразие, но и проверить срок годности и герметичность упаковок. При повреждении упаковки препараты, его безопасность и эффективность ставятся под сомнение. В таких случаях рекомендуется обратиться к фармацевту для консультации о дальнейшем использовании лекарства. Если летите за границу, очень важно узнать список препаратов, которые запрещено возить на территорию конкретной страны. Также рекомендуется иметь при себе рецепт на все препараты, которые вы возите с собой. Он поможет вам легализовать наличие лекарств при необходимости и избежать неприятных ситуаций на границе. Всегда, если у человека есть какие-либо хронические заболевания, всегда все свои препараты нужно с собой брать. А возрастным пациентам рекомендуется брать препараты от повышения артериального давления. И все-таки, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то все-таки тонометр какой-нибудь переходной с собой нужно брать. Можно еще лучше защитить себя от неприятных обстоятельств, оформив медицинскую страховку перед поездкой. Она может включать оплату врачебных осмотров, госпитализацию, экстренную медицинскую эвакуацию и даже репатриацию в случае серьезных происшествий. Сохраняйте чеки и квитанции на все медицинские расходы, чтобы потом предъявить их страховой компании. Резидака Римова, Тимур Ахметов, Универ Новости.